Говорит показывает Ермаков, какой Ермаков? Хороший вопрос, видео две недели не выходили, зато я наконец-то защитил диплом и хорошо даже защитил на пятюню, так что можете меня с этим поздравить. Эти и другие подробности из моей жизни вы можете посмотреть в моем инстаграме, так что пришли и подписались, давайте 600 подписчиков там добьем. А если вам интересно, как живут мои знакомые, заходите на канал Никита Дейзер, парень снимает интересные моменты из своей жизни с хорошим качеством картинки. Даже лучше, чем у меня на канале Ермаков Vlogs. Вот как раз в последних видео Никита показывал, как он ездил собирать оборудование для съемки, это все очень интересно. Так что заходите, смотрите и подписывайтесь, Никита Дейзер, ссылочка где? В описании. А если же ты все-таки открыл это видео, то передай мои слова тем, кто его проскроллил. И я кажется понял почему, потому что макбук он брать не собирается. Я даже не буду называть причины, по которым он не будет этого делать. Досмотри это видео до конца, чтобы узнать лучший макбук по версии Ермакова. И да, недавно мы набрали 30 тысяч подписчиков, так что теперь давайте наберем 40 тысяч подписчиков, а там уже и до 100 будет недалеко, поэтому нажми на красную кнопочку подписаться, сделай ее серой. И ничто меня не остановит, даже 40-летний мужик, который ведет себя как маленький ребенок. А теперь к делу, какой же макбук взять в 2020 году? Скажу откровенно, никакой. Я своим макбуком пользуюсь уже 2 года и мне его мало. Нет, я не хочу сказать, что я разочарован в Apple, тем более, что iPhone мне нравится гораздо больше, чем Android. Макось, она просто идеальна, я могу одинаково спокойно пользоваться и макосью и Windows. Но железо у маков полный отстой. Помню, смотрел у Велсакома обзор 16-дюймовой прошки, и когда в конце сказали, что этот агрегат за 300 плюс тысяч рублей... Это ни в коем разе не игровой компьютер. Мой мир рухнул. Возможно, это ты сейчас не хочешь брать макбук, но если захочешь его в будущем, не бери. Никогда не бери. В игры ты на нем не поиграешь. Про видеомонтаж не знаю, с какими-то сложными видеопроектами. Понапридумывают извращения типа Final Cut Pro или Logic Pro, если кто не знает, там пишут музыку. Но из-за слишком жручего Premiere Pro и отсутствия Sony Vegas, я вынужден выживать на Камтазии. Вот приспичило мне год назад заниматься YouTube, и сразу мака стало мало. Хотя изначально я брал его для перехода на макось, для замены своего старого ноутбука, и просто для учебы. Кстати, напишите в комментариях характеристики своих ПК. Я вот как раз буду собирать свой игровой компьютер, думаю, что к первому сентября я его точно соберу. И мы с вами будем снимать игры, наиболее вероятно, что это будет Fortnite. А также по вашим многочисленным заявкам я пройду Half-Life, первый и второй. И конечно же, у нас будут стримы, по играм и просто. Так что смотрите наши видео и следите за нашими обновлениями. Ну а если тебе не нужны игры, а нужен компьютер только для работы, то мак, я думаю, вполне хороший выбор. Но какой мак? Это вопрос. Внимание, это не последние версии макбуков за 100 плюс 1000. Честно, они мне вообще не нравятся, эти идиотки, Type-C порты. Ты можешь назвать меня слоубоком, потому что об этом я должен был говорить 4 года назад. Мой бадхёрд по этому поводу бесконечен. Хорошо хоть клавиатуру пофиксили. Поэтому, друзья, мой выбор. MacBook Air 2017 года. Последний макбук из классической линейки, где есть светящееся яблоко, Mac Safe, нормальные USB порты и клавиатура. Я покупал его за 61 тысячу рублей. Сейчас он, как ни странно, всё ещё продаётся в официальном магазине Apple. Правда подороже, что говорит о том, что он всё ещё актуален. И будет актуален ещё пару лет. Но мак я больше никогда в жизни не куплю. Но, возможно, куплю на Авито MacBook Pro 2015 года и сниму его обзор и сравнение. Кстати, я мог бы купить именно его за те же 60 тысяч. Понравилось видео? Ставь лайк и подписывайся. Вступай в наши социальные сети и жди новых крутых роликов. Всем пока.